Пришла пора сбора грибов и ягод, на которые щедры наши леса. И, как правило, с началом этого сезона прибавляется работа у спасателей. Многие жители устремляются на природу и, к сожалению, некоторые походы заканчиваются плачевно. Собираясь в лес, помните, это место повышенной опасности. В лесу вас могут подстерегать дикие звери, клещи, змеи, ядовитые растения. И самая распространенная опасность – это возможность заблудиться. Только за минувшие выходные от отделений полиции и подразделения МЧС России поступило несколько сообщений о том, что заблудились грибники и не вернулись вовремя домой. А вот в июле спасателям пришлось искать сборщика ягод почти неделю. К поисковым работам привлекали кинологов, беспилотный летательный аппарат и вертолет МЧС России. За четыре месяца этого года из 11 человек, в отношении которых мы проводили поисковые работы, 7 человек уже никогда не вернутся домой, в общество. Это, естественно, особенная трагедия для семьи и близких. Это нужно понимать каждому. Тому, кто уходит в лес, либо находится на водных объектах. Это естественная трагедия для самого общества, это потеря для государства, поскольку как средний возраст тех людей, которые погибли, либо были не найдены в ходе поисковых работ, составляет 29 лет. Всего в этом году в Дальневосточный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России поступило более 30 заявлений о пропаже людей. Грибников и сборщиков ягод в Хабаровском крае. Как отмечают спасатели, это меньше, чем в 2016 году. Тогда их было около 40. Во всех случаях людей удавалось обнаружить или они сами выходили из леса. Но нередкость такие прогулки заканчиваются гибелью людей. В основе гибели всех этих людей, это, как правило, пренебрежение личной безопасности. Неумение ориентироваться на местности в лесу, раз, это, как правило, приводит к гибели. И второе, переоценка своих возможностей на водных объектах, это, как правило, приводит тоже к несчастным случаям на воде. Вот такова печальная статистика. Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю напоминает основные требования правил безопасности при нахождении в лесу. В первую очередь, прежде чем отправляться в лес, продумайте маршрут, сообщите родственникам, друзьям, куда вы направляетесь. Уточните прогноз погоды, не заходите вглубь незнакомой местности и, конечно же, не отпускайте без сопровождения детей. При походе в лес возьмите с собой свисток, фонарик, нож, спички, запас продуктов и теплые вещи. Обязательно возьмите с собой лекарства, особенно если у вас есть хронические заболевания. А вот сотовый телефон не раз помогал установить местонахождение человека. Если вы заблудились в лесу, смело набирайте номер спасательной службы 112. Но тут главное важен заряд батареи, поэтому учтите это при походе. Еще очень важная особенность леса – это медведи. Если вспомнить прошлый 2016 год, многие наблюдали косолапых в черте города. По словам охотоведов, в текущем году хищники выходят к людям за едой. В тайге пищи не хватает из-за того, что лето выдалось холодное, а лосось долго не шел на нерест. 15 сентября поступило сообщение о выходе медведей на дорогу Амурск-Мылки в районе 9-го километра. Выходы медведей нами отмечались в основном на дачные участки. Соответственно, уже установлена процедура реагирования на данную экстремальную ситуацию. Определение местонахождения медведей, поскольку они выходили здесь у нас и в город, на территорию городского поселения города Амурск, привлекали силы МВД, нашего местного подразделения МВД, вооруженные автоматами охотники. В общем, система работает, медведей есть, их нужно тоже опасаться. Соблюдение этих несложных рекомендаций поможет вам, совершая прогулку в лес, не попасть в экстремальную ситуацию. Ирина Жданова, Телеканал Амурск. Продолжение следует...